Ау! Только совы на Ау не откликаются. Сейчас у них время сна. Ночью они бодрствовали и искали себе пищу. А сейчас спрятались в своем гнезде. Это их домик. Прямо на еле. Эти птиц редко можно увидеть в городе. А здесь, на территории детского сада, где постоянно шумят детишки, а через дорогу не утекают машины, обосновались две ушастые совы. На Благовещение мы выпускали птичек с детьми. И стали наблюдать, прижились наши птички или нет. Но оказалось, что вместо птичек мы увидели сов. Нина Петровна, заведующая детским садом номер 50, говорит, что здесь для них приятная атмосфера. Много деревьев, очень чисто. В этом райском саду летом можно услышать и пение соловья. Настоящая находка для птиц среди пыльного города. Наверное, у нас чистая зона. Видите, у нас здесь ели, деревья. Орнитолог Валерий Николаев каждый вечер приходит полюбоваться носов. Говорит, что неспроста они сюда прилетели. Значит, здесь есть что покушать. За питанием они отлетают от этого гнезда. Сейчас у них время насиживания, по идее. В июне, возможно, будет, если все нормально пройдет, появятся птенцы, выкармливают птенцов оба родителя у ушастой совы. Вот тогда будет интереснее понаблюдать. Настоящая достопримечательность в садике, говорят, дети лучше, чем в зоопарке. Малыши и сови даже имя дали. Словушка. Вы ее видели? Да. Все разговоры лишь о ней. Она речневая, она сидела на ветке. Она сидит на дереве и крутит головой, смотрит на детей, кажется. Алина Чабан, Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.